Привет! Меня зовут Вадим, мастер спорта по прыжкам в воду, чемпион Европы, это неважно, короче. В сети все больше увлекают роликов со всякими разными прыжками в воду. Постоянно возникает вопрос, что на самом деле круто? Кто-то убился, почему? А как правильно это фуфло или каждый так сможет? Вопросов накопилось достаточно большое количество и поэтому я и мои друзья время от времени будем делать всякие познавательные видосы, в которых объясним, что к чему. Все-все видели этот ролик, где сумасшедший швейцарец прыгает почти с 60 метров. Все такие вау. Окей, разберемся. Несомненно, это крутая тема. Если вы дилетант и вообще находитесь в своем уме, ни в коем случае этого не делаете. Но не будем забывать, что парень прыгал в тапках, в гидрокостюме, в шлеме, в каких-то там обвязках. В общем, и прыгнул он солдатиком. В мире реальных прыжков в воду к этому поступку такое двоякое отношение. И все потому, что, например, реальный хардкор произошел в 1983 году. Вот эти реальные пацаны отмочили просто невероятное безумство. Посмотрите, только плавки, ну, в лучшем случае колени перемотаны, прыгают друг за другом. Настоящие сальто-вращения прыгают с 52,5 метров, почти на 6 метров ниже, чем швейцарец. Но если вдуматься, разница не столь большая. То есть, если у швейцарца при приводнении скорость была порядка 123 км в час, то у этих ребят 115. То есть, ну, и в том и другом случае скорость просто астрономическая. Но посмотрите, что они вытворяют. И мне кажется, здесь без комментариев. Вот это реально круто. Это, ну, действительно какой-то космический перебор вообще. То, что вообще нельзя делать. Ну, а что касается швейцарца, то вот этот вот парень Дана Кунза, который выиграл вот этот вот феерический чемпионат, произошедший, он просто сказал то, что швейцарец, ну, это позерство. Чистые воды. Это не прыжки в воду, это просто такой соскок какой-то там экипировки. В общем, да, парень, конечно, подготовленный, то есть знает, как прыгать в воду. Но, ребят, это солдатик. Реальные прыгуны солдатиком не прыгают. Космос космосом, но профессиональное сообщество не засчитывает. Да, кстати, и этих смельчаков было шестеро, но вот в итоговом списке результатов одного нет, потому что он не всплыл сам. Я надеюсь, что не слишком утомил тут своими разглагольствованиями и надеюсь, что появились еще какие-нибудь вопросы. Спрашивайте по любым видосам. Все постараемся рассмотреть, рассказать, даже, может, что-то показать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok